Друзья, если в продаже вы увидели дешевые, очень дешевые луковицы тюльпанов, а особенно на килограммы, которые продаются, имейте в виду, это луковицы после выгонки. А это еще тот геморрой. Вот я и начинаю свое приключение, так как соблазнилась и купила больше 2 килограммов. Это я посмотрела на соседку, которая 5 килограммов в прошлом году засадила. Вот такая шикарная полоса получилась. И самое ведь главное разнообразие ты получаешь, что тебе и махровые, и бахромчатые, и триумфы, и дарвиновые гибриды. А вот городская клумба. Девчонки тоже парочку килограммов в прошлом году приобрели, и весной весь город ходит мимо, любуется. Но в то же время меня начали терзать смутные сомнения. Ведь не зря народная мудрость гласит, что дешевый сыр может быть только в мышеловке. Начала интересоваться опытных цветоводов. И те, которые тоже экспериментировали с такими луковицами после выгонки, стали жаловаться, что первый год после покупки прекрасно они цвели, прям нарадоваться не могли. А вот на второй и третий год практически все пропали. Мне такой одноразовый вариант не подходит. Хочу их размножить, а не любоваться всего лишь один сезон. А для этого, оказывается, друзья, надо придерживаться строго определенного алгоритма действий. Вот это будет часть первая. Я с ним начну вас знакомить. Вот в этом первом видео мы с вами подготовим к посадке и высадим вот эти выгоночные луковицы. А весной нам надо будет обязательно провести одну манипуляцию. Так как если следующей весной во время цветения вот этих луковиц мы ее проигнорируем, то еще через год большая часть вот этих луковиц просто пропадет. Первое, что насторожило, это внешний вид луковиц, которые я получила по почте. Вот видите, друзья, снимаю это уже досконально вычищенные луковицы. А как только я открыла пакет, там была такая гниль, что, честно говоря, я не захотела брать телефон, потому что думаю, как я потом буду его дезинфицировать, этот телефон, после этих луковиц в плесени. В общем, скажем так, расстроилась не то слово. И вот почистила более-менее их. И на что обращаю сразу ваше внимание. Итак, друзья, даже если на внешний вид луковка, казалось бы, хорошая, то есть вы вот эту тоненькую шелуху оставляете, как правило, не оставляете, обязательно обрывайте все до вот этого беленького, до тельца этих луковок, потому что оказалось, что на внешний вид, и вроде бы у некоторых луковиц была такая шелуха гладенькая, хорошенькая, а вот мне интуиция как бы вот подковырни, говорит, вот до этого беленького. Я полностью снимаю эту шелуху, вот последнюю вот эту прослойку, а там пятна гнили. Одну луковицу, потом беру вторую луковицу, у которой я оставила вот эту самую-самую верхнюю тоненькую шелуху, снимаю, а там еще больше. И гниль не только поверхностная, у некоторых прям так серьезно внутрь пошла. Так что, друзья, вот первый мой совет, обязательно обдирайте полностью всю шелуху, полностью, и вырезайте все, вычищайте досконально. И если вы выписываете по почте, сразу же свяжитесь с продавцом и спросите, а вы там не вздумаете эти луковицы в пакетах целлофановых закрытых выслать? Потому что у меня вот первая партия, я три заказа делала, ну, два, вернее, заказа по почте, один на рынке прямо мне купили. И вот мне первый раз прислали вот в таких закрытых полностью наглухо целлофановых пакетах. Честно говоря, я даже не ожидала. Думаю, я тут тюльпанами особо никогда не занималась, и то мне понятно, что такое делать нельзя, это просто безобразие. А человек, ну, это такое впечатление, что, знаете, вот я такое высылаю для того, чтобы оно все у вас сразу там загнило и ничего у вас не получилось. То есть вопрос упаковки луковиц проговаривайте обязательно. И первым делом главное досконально очистить от всех признаков гнили и плесени. И не бойтесь боковушки резать, их можно сильно снимать. А вот донышко, надо сохранить хотя бы кусочек донышка, откуда будут эти корешки. Вот вот эта луковка, все, ее надо выбросить. Так как чистила и очистила, видите, донышко уже не осталось. И стержень в середине, то есть донышко и стержень в середине, откуда будет идти росток. Мы должны сохранить. Боковушки можем резать. Если вы получили хорошие луковицы целыми гнездами, вот там толстый слой шелухи, и они такие сухие, хорошие, вот видите, высушенные сразу досконально, то вы можете их не трогать до посадки. А вот перед посадкой вот эти все операции провести, то есть до белого полностью, дальше все вырезать. И, конечно, будем дезинфицировать. Если вот такие ужасненькие, вы сразу тогда их чистите, сразу дезинфицируете и начинаете сами досконально досушивать. То есть до посадки все эти раны должны подсохнуть. Там, где будет продолжаться гниение, ну что ж, вырезайте еще. Если оно дальше и дальше до сердцевины доходит, что ж, придется тогда выбрасывать. Вот я дезинфицирую хлорокисем меди. Вот эти луковицы после выгонки продают в двух вариантах. Нечищенные и чищенные. Нечищенные это целыми гнездами, еще с кореньями. А чищенные это когда гнезда уже разбирают, как правило, калибруют по размеру. Какие лучше брать? Здесь, друзья, не угадаешь. Потому что, оказывается, качество этих выгоночных луковиц зависит от массы нюансов. Специалисты, друзья, пишут, что луковицы от тюльпанов, которые выгоняются первой ранней выгонкой для продажи букетов уже в январе месяце, вообще не подходят, с них толку нет, они очень истощенные. Какие там танцы с бубнами, вокруг них не танцуй. Также слабенькие луковицы от тех тюльпанчиков, которые выгоняются на 14 февраля, день влюбленных. А вот те, которые идут на 8 марта, ну это еще более-менее терпимо. Во-вторых, второй нюанс. Смотря как обрезался этот тюльпанчик на букет, оставляли там листочки или не оставляли? Или вообще под корень полностью вырезали под луковку? Если можете у продавца, то уточните. Выгоняли где? В грунте, в опилках, в воде. Если в грунте, то понятно, что луковица будет более крепкая. Ну а если в воде, то считайте, что вы попали. Сразу после обрезки выняли с вот этими нежнейшими корешками луковицу, ну и бросили. Ну и конечно, качество луковицы очень зависит от условий хранения. Если это сырой сарай и таким толстым слоем, они, эти луковицы, станут только источником заразы. Испортят вам землю. По итогу для своего сада получим не украшения, а только убытки. И последнее, друзья, очень важное замечание. Имейте в виду, что гнаться за размером луковиц после выгонки не стоит. Потому что полноценно процвести мы луковицам давать не будем в первый год посадки. Да-да, друзья. К сожалению, вот так. Это та необходимая манипуляция, о которой я ранее говорила. Так как они еще очень слабенькие, истощенные выгоночным сезоном, мы их должны сперва восстановить, чтобы потом многие годы любоваться у себя в саду. Поэтому первый год после покупки мы их доращиваем, восстанавливаем. Только вот бокалы будут окрашиваться, раскрываться, мы себе пометим, красивый, некрасивый, на какой сорт похожий. И сразу же обламываем вот так высоко этот бокал. И пусть луковица вступает в силу и дает хорошие, замещающие, дочерние луковички. А если мы этого не сделаем, то она все силы бросает на цветение. Этих луковиц может вообще не дать, особенно сорта капризная, махровая, бахромчатая. И еще через год просто тюльпанов мы не обнаружим. Поэтому, друзья, если бы я вот именно сейчас покупала вот такие выгоночные тюльпаны, то я бы покупала такие хорошенькие детки, которые на следующий год еще не зацветут, а через год обязательно полноценно нарастут и зацветут. Потому что все одно весной нам доведется с вами вот эти бокальчики у тех, которые выстрелят цветоносы, обламывать. Итак, друзья, выводы следующие. Лучше видеть, что покупаешь, то есть на рынке прямо вот видеть, в каком состоянии вот эти послевыгоночные луковички, а не выписывать, так как могут такую гниль-гниль прислать, что вы будете просто в шоке. И будете только думать, как бы их обеззаразить, чтобы не испортить землю напрочь. На западе все луковицы тюльпанов после выгонки, как правило, выбрасывают. Считать, что доращивать их нецелесообразно, слишком затратно. Ну, а мы с вами попробуем не просто реанимировать, а и размножить. Вот так, друзья. Так что, если хотите насладиться полноценным цветением уже на следующий год, то покупайте луковицы, которые росли в грунте. Имею в виду открытый грунт со всеми естественными сроками, то есть правильная осенняя посадка, весеннее цветение, потом вызревание, и только потом выкопка после того, как все листочки и стебель без цветочка уже полностью засохнут. Вот как раз такие луковички я и держу в руках. Даже те, которые обглоданные, видите, вредителями, все равно они такие сухенькие. Все эти ранки заросли. Никаких признаков плесени и близко нет. Ну, просто красота. Такие тяжеленькие, здоровенькие, крепенькие. Ну, ничего, друзья, вычухаем. И те выгоночные. В общем, весной у нас будет часть вторая.